В Беларуси растет статистика преступлений против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних. Найти и обезвредить педофила, учитывая латентный характер таких преступлений и частое желание жертвы не говорить о произошедшем, задача непростая. Но этот вопрос один из самых приоритетных в работе правоохранителей. Проблема серьезная, но не единственная. Увеличивается и количество преступлений среди несовершеннолетних в сфере оборота наркотических средств. Об этом и не только. Прямо сейчас в программе «Де-факто» поговорим с начальником управления Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области Максимом Спринцыным. Максим Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Какие преступления вызывают сейчас наибольшую обеспокоенность у сотрудников Следственного комитета? Я бы отметил, наверное, две категории. И обе категории связаны с несовершеннолетними. Вообще несовершеннолетняя преступность – это отдельная тема, но отмечу преступления против половой свободы и преступления в сфере наркоконтроля. К сожалению, по первой категории мы имеем рост. В первом квартале зарегистрировано 54 преступления, а потерпевших по этим уголовным делам еще больше. Что не может не вызывать обеспокоенность. И вовлечение наркомаркетов в свои сети несовершеннолетних, используя их в качестве курьеров-закладчиков, в качестве трафаретчиков. Шесть подростков – это немалая цифра, я скажу, привлекаются к уголовной ответственности по итогам работы за первый квартал текущего года. А не надо забывать, что санкция по статье 328 инкриминируется, как правило, от четвертого часа. Это организованная преступная группа до 20 лет лишения свободы. А если это зелье еще и повлекло смерть кого-то из потребителей, то там санкция статьи еще выше. Ну а проблема, связанная с преступлениями противополовой свободы, она тоже имеет место, остается, к огромному сожалению, актуальной. Дети ведь в силу своего развития доверчивости, непонимания чего-то, потому и становятся в первую очередь жертвами такого рода преступлений. И здесь наша задача, как правоохранительных органов, задача родителей максимально обезопасить детей от данного вида преступных посягательств. Это очень страшное преступление, я уже скажу, скажу как есть, простыми словами. Что необходимо предпринимать родителям, чтобы уберечь своих детей от сексуальных домогательств со стороны взрослых? И как предотвратить такого рода преступления? Здесь целый комплекс мер. Во-первых, это доверие. Чтобы с ребенком велся конструктивный диалог, чтобы ребенок мог рассказать родителям проблемы, какие-то вопросы, которые его беспокоят. Надо обращаться внимание на изменение поведения ребенка. Не надо стесняться и обеспечить доступ к телефону, либо другому гаджету, которым пользуется подросток. При адекватном объяснении ребенку, для чего это делается, на своем примере могу сказать, не должно возникнуть каких-то проблем. Всегда есть понимание и такая разумная ответная реакция. Надо объяснять ребенку правила работы с интернетом, с социальными сетями. Объяснять, что тело ребенка неприкосновенно, что никто не имеет права притронуться к нему. И о таких поступках, о таких фактах надо незамедлительно сигнализировать. В этом нет ничего постыдного, как часто бывает. Это, опять же, не секрет, почему детей так тяжело разговорить, да и не только детей. Но тема считается такой. Постыдной, интимной, которую лучше не афишировать. Это не так. Гораздо большее последствия наступает, если пострадавший скрывает это, носит в себе. И рано это или поздно, но может привести к очень серьезным последствиям. Важен, конечно же, круг общения ребенка. Важны учителя, их отношение к этому. Ведь они видят наших детей не меньше, а может быть и больше, чем родители. И, конечно, в разумных пределах информирование ребенка, чтобы он понимал суть проблематики, конечно же, без деталей. И был готов реагировать на такие попытки противоправных посягательств. Дети ищут понимание любви по ту сторону экрана телефона, либо ими овладевает какой-то страх, и они уже не могут родителям открыться и сказать, что у меня есть знакомый, который мне предлагает такие действия. Как это происходит? Почему это происходит? Здесь мотивация тоже разная. Она может быть в каждом случае своя. Ребенка могут запугать, в том числе путем шантажа, угрозы распространения каких-то фотографий интимных. Ребенка, который растет в семье, где, по его мнению, ему уделяется недостаточное внимание со стороны родителей, могут к себе расположить путем каких-то подарков, мнимых ласк. И чем больше и дальше этот процесс происходит, тем ребенку тяжелее посвятить вот в эту проблематику кого бы то ни было, даже своих родителей. И в этом-то и есть самая, наверное, большая сложность. Я уже не говорю про то, когда насильником является человек из круга родственников. Это вообще дикие факты и с правовой, и с человеческой точки зрения. Но выявить их представляет значительную сложность. Но мы это делаем и будем делать. Мы, взрослые, должны окружить заботой, любовью своих детей, чтобы не было таких страшных случаев. В первую очередь, на мой взгляд, надо обеспечить понимание и общение с детьми. Ну, невозможно одной лаской, постоянными какими-то подарками наладить тесное и дружеское общение с ребенком. Здесь же важно все в комплексе. Максим Владимирович, мы в каждой программе де-факто стараемся говорить о киберпреступности. Но, невзирая на это, таких преступлений не становится меньше. Какие мошеннические схемы по обману граждан и выкачиванию из их карманов денежных средств часто применяют преступники? Может быть, есть какие-то новые способы? Расскажите о них. Следственные ситуации, связанные с расследованием уголовных дел о мошенничествах, в целом типичны. Конечно, злоумышленники совершенствуют, изменяют отдельные формы и методы совершения преступлений. Но, если вы выделить какие-то группы, возможно, отметить следующее. Это мошенничество на торговых площадках и в социальных сетях. Это куфор, когда под предлогом продажи того или иного товара злоумышленник получает предоплату и растворяется. Это, как мы называем, алло-мама, когда злоумышленники под видом сотрудников правоохранительных органов, экспертов и других должностных лиц звонят нашим гражданам и объявляют о том, что какой-либо родственник попал в ДТП. Надо срочно денежные средства. К слову, буквально недавно задержана очередная преступная группа, в том числе, в которую входили и граждане иностранных государств. Поэтому эта схема у мошенников рабочая, и мы уже устали твердить такое выражение «из каждого утюга». Но вот каждый день мы на эту тему разговариваем. Из относительно нового могу отметить недавно появившиеся телефонные звонки лиц, которые представляются работниками оператора сотовой связи А1. И тоже под предлогом продления договора на оказание услуг электросвязи, улучшения работы мобильной связи. И по-другим склонять граждан к установлению программ на свои радиоэлектронные устройства, которые позволяют им, в принципе, сделать все с этим радиоэлектронным устройством. Если говорить о мошенничествах, которые не связаны с использованием сети интернет и высоких технологий, достаточно распространено два. Это получение денег от знакомых под предлогом развития бизнеса, когда лицо заведомо осознает, что вряд ли он их когда-либо вернет. Ну и получение денежных средств под предлогом дальнейшего выполнения каких-либо работ, либо услуг, когда лицо опять же не намеревается выполнять эти обязательства. Каких-то рекомендаций новых по предупреждению мошенничества я, наверное, отдавать не буду. Ну, еще раз повторюсь, они каждый день кто-либо про эту тему рассказывает. Я не могу и не сказать, что нету эффекта этих преступлений, стало несколько меньше, но все равно наши граждане до сих пор попадаются на удочку злоумышленников и отдают свои сбережения непонятно кому и непонятно раз за чего. Насколько слажены в раскрытии эти преступления? Чего индивидуально, при тех даже типовых ситуациях, которые я назвал, важно не упустить время, как, например, по той же схеме, когда под предлогом ДТП получали деньги. Эти курьеры были задержаны в течение двух суток. Удавалось раскрывать и более сложные схемы мошенничества. Здесь самое важное, на мой взгляд, насколько оперативно пострадавшее лицо обратится в правоохранительные органы. Современные технологии позволяют распорядиться деньгами в течение минут. И если потерпевший будет в неделю думать, обращаться, отвлекать ли, то, соответственно, наши шансы уменьшаются на порядок по установлению лица. В начале марта вступил в силу указ президента о мерах по противодействию несанкционированным платежным операциям. Расскажите, какую роль выполняют сотрудники Следственного комитета в его реализации? Этот нормативный акт, я без ложной скромности могу назвать революционным, он для чего в первую очередь создан? Именно для того, чтобы оперативно реагировать на такие угрозы, которые связаны с перечислением денежных средств на расчетные счета различных финансовых учреждений. В этой схеме задействованы и финансовые учреждения, то есть банки, и сотрудники милиции, и следователи, и прокуроры. В чем заключается алгоритм, я постараюсь максимально доступно объяснить. Работник банка при обнаружении каких-то операций, которые позволяют высказаться об их инцидентности, о рисках, сообщает об этом в органы внутренних дел, которые приостанавливают движение по расчетным счетам на срок до 10 суток, и в свою очередь информирует Следственный комитет для проведения проверочных мероприятий и принятия решения о возбуждении уголовного дела. Следователь, установив наличие состава преступления, возбуждает уголовное дело и выносит постановление об аресте этих денежных средств, движение которых приостановлено на 10 суток. Прокурор санкционирует, мы отправляем для исполнения в банк. Это в канву с тем, что я сказал при ответственности на предыдущий вопрос. Здесь важна оперативность, потому что до введения в силу указа надо признать, что пока мы отправляли запросы, пока они поступали, этих денежных средств давным-давно не было. Как показывает практика применения этого указа, есть эффект, арестовываем денежные средства на счетах, не даем преступникам, которые действуют через так называемых дропов, ими распорядиться, и чтобы они растворились в пространстве транзитных счетов и не направлялись в другие финансовые учреждения. Максим Владимирович, благодарю вас за конструктивный разговор. Спасибо. Спасибо.